Завтра 8 марта, а это значит нужно делать приятные и трогательные подарки прекрасной половине человечества. Низаму Караеву нужно потратиться на трех близких женщин, это жена, теща и дочь. Так как мама живет далеко, сын поздравит ее по телефону. Чтобы не обидеть дам, Низам выбирает всем одинаковые букеты из алых роз. Супругу, дочку с этим замечательным праздником, пользуясь, как говорится, случаем таким, счастливым, приятным моментом поздравляю всех женщин. Кыргызстана с этим замечательным праздником здоровья, успехов и чтобы у каждой женщины и девушки было, как сказать, плечо, на которое она могла опираться в трудные минуты. В преддверии Международного женского дня возле цветочных прилавках скапливаются очереди. Большинство из них приобретают цветы для женщин-коллег, так как сам праздник посвятят семье, точнее женской ее части. Как рассказали в цветочных магазинах, именно в марте цены повышаются, но это больше по воле поставщиков, а не реализаторов. Обычно берут, конечно, для своих родных, любимых дам. Сестры, мамы, жены, дочки очень любят, да, учителя обязательно. Цветочки у нас обычно привозятся из многих стран, это Эквадор, Израиль, Кения, Голландия. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что цены поднимаются к праздникам, особенно вот начиная с 14 февраля, нам поставщики поднимают цену, это уж правда не от нас зависит. Мы стараемся минимально поднимать, держать цену, как вот обычно привыкли наши покупатели. Это крашеные розы, технология краски примерно такая же, как и у радужной розы, но у радужной розы немножечко сложнее окрашивать, потому что здесь идет каждый лепесточек разного цвета и, получается, разделяют ствол на несколько частей, выслеживают, какая часть ствола подпитывает тот или иной лепесток и в соответствии с этим они заливают краску в разные колбочки. Рукодельница, ученица 11 класса Перезат Узенбай-Кызы времени зря не теряет. Она научилась делать искусственные розы из кремпированной бумаги. Различные букеты с оформлениями сегодня она делает с легкостью. По ее словам, она начала создавать искусственные розы и букеты, так как с детства мечтает стать дизайнером, и это увлечение – первые ее шаги. В будущем она планирует открыть сеть магазинов с искусственными розами. Сейчас школьница на свои нужды зарабатывает сама. Каких-то 3-4 месяца назад ей с трудом удавалось сделать один бутон. Сегодня она с легкостью может оформить большой и красивый букет. Потом мне мама показала мне такие розы, сказала, чтобы я этим чем-то занималась в жизни. И вот я начала этим заниматься уже как 3 месяца. Ну, сама зарабатывать хотела. И я не хотела, чтобы мои родители утверждались. Хотела сама себе зарабатывать деньги. В преддверии 8 марта у девушки множество заказов. Стоимость ее букетов составляет от 500 до 1500 сомов. Все зависит от размера. В ассортименте любая разновидность букета, даже с шоколадными батончиками. Я думаю, что дальше буду работать над этим. Хочу открыть свой филиал. Думаю, до этого достигну. В основном у меня заказывают мои одноклассники, одноклассницы. И они делились своими родственниками. И потом я рекламировала в инстаграме. И так вот появились мои клиенты. 8 марта – это международный женский день. По крайней мере, это официально. И подарки должны быть от всей души, невзирая на то, что натуральный или искусственный букет будет подарен. Граждане считают, что делать приятное женщинам нужно не только на 8 марта, а 365 дней в году.